Всем привет! Меня зовут Ника, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами такая, наверное, небольшая и внезапная распаковка нацифика, их коллаборации со Stry Kids. У меня была всего одна распаковка на нацифик, я всего один раз заказывала ивент, она есть на моем канале, я оставлю ссылку в описании, если вы хотите посмотреть. Это было очень грустное видео, у меня после него случилась травма, и я завязала с заказыванием нацифика, хотя косметика мне, в общем-то, понравилась, и я подумала, что это действительно прикольно. Дальше я еще один раз думала над тем, чтобы купить нацифик в Сеуле, когда была, но у них нет фирменных магазинов, нельзя просто прийти и купить. Хотя в то время был ивент, но, в общем, это было достаточно сложно, я решила забить. Но недавно, это в принципе, это единственное, что я купила в каких-то вот черно-пятничных ноябрьских распродажах, нацифик выставил сеты, я так понимаю, коллаборация окончена, все, и это полные сеты мемборов с какой-то косметикой, я не помню, что именно там шло, но мне понравилось наполнение косметики, и то, что это все фотокарты мембора, вышедшие в рамках коллаборации, я не удержалась, мне еще выпала неплохая скидка на Джуми, этот сет обошелся мне где-то около 4 тысяч рублей, я подумала, что 4 тысячи за достаточно неплохой набор продуктов косметических, и плюс 16, по-моему, фотокарт Хёнджина, Хёнджина, да, тут сет Хёнджина. Это неплохо, и я, в общем, купила его. Давайте откроем, посмотрим. Они же, по-моему, выставили просто мега-сет, тоже, кстати, не очень относительно дорогой, где можно купить вообще все фотокарты всех мемборов. Ну, я подумала, что это уже слишком, решила ограничиться только Хёнджином. Так, у нас тут, да, получается 3, 4, 5 продуктов, что, в общем-то, уже неплохо, и вот такая стопочка карточек. Давайте быстренько на продукты, наверное, посмотрим. Это у нас маска, маски, точнее, 30 масок. Я вот про них, по-моему, слышала хорошие отзывы. Как они, интересно, выглядят. У меня, кстати, как раз закончились маски для лица. Прикольно. Мне еще нравятся дизайны нацифика, мне кажется, их косметика выглядит очень приятно. А, и здесь у нас, да, я так понимаю, открываешь, и будет масочки, есть еще штучечка, чтобы их аккуратно доставать. Прикольно. Это точно я буду использовать, и это мне нравится. Дальше у нас салициловый тонер. Тонера от нацифика у меня не было. Ну, почему нет? Опять же, я с удовольствием попользуюсь. Тот набор, что я брала, он у меня, в принципе, почти закончился, и я действительно с огромным удовольствием его использовала. Как интересно он пахнет. А, он тут, кстати, закрыт. Да, он очень такой легкий запах. Мне нравится, что косметика нацифика не имеет каких-то очень ярко выраженных таких запахов. Я не люблю, когда уходовая косметика прямо сильно чем-то пахнет. Это у нас тоже серум с салициловой кислотой. Я так понимаю, это какой-то набор с салициловой кислотой. Да, вот такой у нас серум. Вот их сыворотки у меня были в предыдущем наборе другие. Они мне понравились. Вот у него более выраженный запах, но приятный. Да, текстура приятная достаточно. Апсор косметики внезапной, ну почему бы и нет. Ты кто? Ты крем? Да, успокаивающий крем. Опять же, почему бы и нет. Вот такой вот у нас крем. Для проблемной кожи, я так понимаю. И последнее, что тоже я очень-очень хотела попробовать, это один из тинтов. Я купила себе в Корее тинт. Он не очень, мне кажется, я не знаю, как я выбрала цвет. У него немного не совсем подходящий мне цвет, но он не нравится. Я им пользуюсь все равно. Поэтому я подумала, что еще один тинт мне хочется. И этот тинт по цвету, мне кажется, больше мне подойдет. И мне нравится. В общем, я не знаю, там они были, по-моему, как-то связаны с мембером. Это у нас 04 Blow Kiss. Интересное название. Да, не знаю, соответствует ли он какому-то мемберу, там, Хёнжину, не Хёнжину, кому-то. Но в любом случае, вот тинт я прямо хотела-хотела. Я рада, что теперь у меня он есть. И на этом обзор косметики завершен. Давайте смотреть на карты Хёнжина. Давайте вот сюда отложим. Встречает нас вот этот милашный как раз с мячиком. Как раз вот этот ивент был на Цифика, когда я была в Сеуле. Я почему-то наивно действительно полагала, что я смогу просто сходить в какой-то магазин, купить косметику и купить ивент. Но нет, так это не работает. Так, давайте, я даже не знаю, по очереди. Я так понимаю, что начало отсюда вообще. Ну ладно, ничего страшного, пойдём в обратном порядке. Да, вот так. А, они ещё у нас некоторые в пакетиках, я так понимаю. Ой. Да, вот этот милашный Хёнжин, вот это мне очень нравится карта. И задник прикольный. У на Цифика вообще прикольные задники. Да, я не против иметь эту коллекцию. Я её не планировала собирать, но почему бы и нет. Да, вот такой Хёнжин мне всё кладут в подарок карты из этого сета. У меня есть уже Феликс и Чонгин. И, наконец-то, вот Хёнжин. Также мне нравится, что карты на Цифика, как правило, матовые. Очень приятные. Это у нас Double Side. Вот такая карта. О, какая классная тоже. Задник. Созвездие рыб. Очень красиво. Она, кстати, глянцевая. Вот эта карта у меня есть. Я записывалась внезапно, я не знаю, что-то меня подорвало. Я записалась в разбор. Поэтому не знаю, зачем я достаю её из пакетика. Ну ладно. В общем, вот эту я буду продавать, обменивать, куда-нибудь девать. Потому что такая у меня есть. У меня всего две карты Хёнжина. Из того, собственно, сета, где я покупала ивент. И вот эта вторая. Дальше у нас вот эта тоже очень красивая. Мне прям очень нравится. Он тут такой уютный, софтовый. Классно. Дальше Хёнжин с красными волосами. Это у нас был такой школьный нацифик, я насколько помню. Очень классно. Да, вот эта вторая карта, которая у меня есть. Из которой было столько сложностей. Но теперь вот у меня их аж две. А я так боялась, что у меня никогда её не будет. Да. Секундин с цветочком. Это, по-моему, тоже дабл? Да, тоже дабл. Мне ещё нравятся вот эти дабл-сайды нацифика. Прикольно. Так. Да, несколько ивентов, я так понимаю, было просто с концепт-картами. Вот такой вот у нас Хёнжин. Как-то очень странно. Ну ладно. Хорошо. По идее, вот так вот они предлагают мне его размещать. Нет, мне это не очень нравится. Он будет вот так лежать. Мы забьём на задник. Ой, это тоже дабл-сайд. Я половину этих карт уже даже и не помню. Вот такой вот у нас дабл-сайд милашный. Так. Следующая. Ну, кстати, у многих вот задники похожие. Не у всех классные. Такая красивая карточка. Ещё одна концептка. Ну, шикарная концептка, надо сказать. Да, у неё такой же задник. О, дальше у нас даже есть лентикулярка, где он ест макарун. Забавно, забавно. Лентикулярку я вообще не помнила. Так, вот такая голографическая. У нас просто все виды эффектов. Ещё одна голографическая, прям очень голографическая. И да, вот это самый первый нацифик у нас был. Вот такая вот тоже очень симпатичная. Получается, что у нас? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, шестнадцать. Да, шестнадцать карт. Как-то так. Теперь у меня будет коллекция Хёнжина из нацифик. Я этому, в принципе, достаточно довольна. Мне кажется, это такой тоже знаковый период для ребят, коллаборация с нацифик. И я рада, что у меня останется на память вот такой вот классный сетик. Да, и это была такая очень-очень короткая, быстрая распаковочка сегодня у нас. Если вы ещё не смотрели мою распаковку, более большую, основательную на Rockstar, то это предыдущее видео. Я опять же оставлю ссылку в описании. Или можете зайти на канал и посмотреть её. Я буду вам очень благодарна. А на сегодня у меня всё. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok